Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Страшное известие, которое разбудило 74 года назад всю страну, заставило проснуться и участников молодежного форума Иволга. Бессмертный полк более тысячи человек прошел навстречу новому дню в память о тех, кто отдал свою жизнь, чтобы этот день мог наступить. Это мой прадедушка Сенцов Николай Филиппович. Мой прадедушка не воевал на линии фронта, он работал на грузовом автомобиле, подвозил к линии фронта боеприпасы, продовольственные продукты. Также он руководил цехом по ремонту моделей боевой техники. Он мог отремонтировать абсолютно любую модель, как отечественную, так и трофейную. Великая Отечественная война унесла около 27 миллионов жизней. Миллионы получили ранения и увечья. В этот день участники Иволги вспоминают тех, кому не суждено было вернуться с той Великой войны. В памяти погибших ребята опустили на воду венки. Впервые для этого использовали бронетанкер времен Великой Отечественной войны. Марина Матвеевична, Станислав Левинг. События.